Здравствуйте, уважаемые зрители этого репортажа. Сегодня 30 октября 2020 года. Я нахожусь в город Красноярск, Советский район, улица Якутская, 25. Место, где я стою, это место захоронения строительного мусора, который здесь был организован в конце мая текущего года. Тонны строительного мусора обнаружили горожане прямо на берегу Енисея. Красноярцы рассказывают, возле базы отдыха несколько дней сваливали производственные отходы, после чего их закопали в землю. Нарушителей нашли, и теперь проблемой займется Министерство экологии. Подробности расскажет Виктор Бородин. Дальше вот эти вот кучи, которые здесь лежали, техникой просто распределяются ровным слоем. Экологическая катастрофа возле базы отдыха. Примерно так Александр описывает происходившее. Мужчина живет неподалеку. Говорит, несколько дней подряд Камазы сваливали горы мусора на дороге у базы отдыха. Она находится на берегу Енисея. Все отходы экскаватор вкопал прямо в землю, рассказывает Александр. Пластические изделия, куски бетона, кирпича, штукатурки, полипропилен, куски воздуховодной системы, видимо, от какого-то разрушенного здания. Вот, все это было закопано. Вот, в том числе и куски стекловатых, которые отчасти еще остались там. Вот, видимо, они их еще не все закопали. И вон они лежат. Вот, то есть, это мы все видим в водоохране 200-метровой зоне. Впрочем, владелец базы отдыха говорит, грузовики сваливали хлам якобы, чтобы укрепить почву. Тем не менее, даже такие действия он считает ошибкой. Конечно, злодеи. Изначально злодеи. Но злодеи иногда превращаются в нормальных адвокатных людей, когда узнают, что они стали злодеями. Соответственно, я всем говорю, у предпринимателей бытует поговорка. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Кто постоянно ошибается, тот неправильный человек. Я признаю свою ошибку. Мы сделали неправильно, неверно подошли к вопросу. Мы устроили все, отсыпали, как и должно быть, щебенкой, вывезли мусор. Мужчина уверяет, все отходы вывезли на шинный полигон. Однако документов, подтверждающих это, он пока не предоставил. Впрочем, теперь проблемой займутся в Министерстве экологии. Захоронение строительных отходов и снятие плодородного слоя почвы – серьезное преступление. Сейчас у Министерства есть месяц, чтобы провести проверку и оценить ущерб природе. Виктор Бородин, Станислав Смирнов, 7 канал. Снят плодородный слой, сделана выемка грунта, сделана такая траншея на площади 280 квадратных метров. И все это потом ровными слоями, экскаватором перевозилось из сформированных ранее кучи, о которых я говорил, сюда и распределялось ровным слоем. На следующий день это все было присыпано песчаной гравийной смесью, что мы сейчас, в принципе, и видим, и то, что сейчас осталось на данный момент. В первых числах июня я писал заявление в многочисленные инстанции. Это управление Росприводнадзора по Красноярскому краю Республики ТВА, Приводохранная прокуратура. В те структуры, которые я направлял письма, я прикладывал диски с записью фото и видеоинформации в огромном количестве. 8 июня мы, обратившись в Народный фронт за Россию, попросили содействия в организации репортажа местными корреспондентами. Было снято два репортажа новости 7 канал Красноярск и Россия 24 Красноярск. Все это было показано в местных новостях 8 и 9 июня. По истечении месяца на мои запросы начали приходить письма. Росприводнадзор пишет на мой адрес, что поступило от меня заявление о том, что было захоронение строительных отходов по адресу город Красноярск, улица Якутская, 25, вблизи базы отдыха «Зеленка». Они отвечают, с целью проверки доводов, указанных в обращениях, управлением проведено рейдовое обследование водоохранной зоны реки Енисей, вблизи базы отдыха «Зеленка», расположенной по адресу улица Якутская, 25, в результате которого информация, указанная в обращении, подтвердилась. Дальше написано, что специалисты, привлеченные экспертной организацией ЦЛАТИ по Енисейскому региону, отобрали пробы почвы и размещенных на участке строительных отходов. Произведено измерение части площади земельного участка с размещенным на нем отходами. В настоящее время управлением установлен землепользователь участка, производится расчет вреда, причиненного окружающей среде. Также принимаются меры по привлечению виновного лица к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Подпись нет редко. 14 июля на мой адрес пришло письмо из Енисейского территориального управления Росрыболовства, где сказано, что В ходе обследования было установлено, что в водоохранной зоне реки Енисей 200 метров рядом с базой отдыха «Зеленка» наблюдаются следы нарушения водосборной поверхности, срезки грунта и планированной территории. По факту складирования строительного мусора в водоохранной зоне реки Енисей в отношении гражданина Саламатова Геннадия Андреевича 22 июня 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении. Был установлен факт виновности гражданина Саламатова, который допустил размещение строительного мусора в водоохранной зоне реки Енисей. 16 июня 2020 года администрация Советского района города Красноярска было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Саламатова ГА за размещение строительного мусора на указанном земельном участке. Наложен административный штраф в размере 2000 рублей. Ну что такое административный штраф в размере 2000 рублей? Во-первых, даже непосвященному человеку понятно, что это штраф на физическое лицо максимальный, который можно дать за подобного рода правонарушения. Вот. То есть, несмотря на то, что это сделал индивидуальный предприниматель, и сделал он это в рамках мероприятий по улучшению работы своего бизнеса. То есть, он таким образом, по сути, расширил парковку для транспорта приезжающих клиентов, а летом сюда за один день может приезжать единоразово, есть даже у меня фотодоказательство, до 35 единиц транспортных средств людей, которые приезжают на базу отдыха «Зеленка». Почасовая аренда этих беседок стоит 1300 рублей в час. И поэтому вы сейчас можете понять, что значит такое 2000 рублей штраф на физическое лицо, учитывая, что здесь в таких масштабах на муниципальной земле обогащается индивидуальный предприниматель. Ведя этот бизнес, можно сказать, что фактически находясь в тени. Поскольку здесь у меня имеются документы из ДМИЗО, а также из прокуратуры советского района, что человек, если здесь занимается благоустроительной деятельностью в виде установки беседок, то он это делает исключительно из побуждений альтруистических для того, чтобы было удобно отдыхать гражданам на лоне природы. А это получается просто фактически бизнес, который ему приносит доход. Было еще несколько ответов из официальных структур. Например, есть такое интересное письмо, которое я получил на свой адрес из прокуратуры Красноярского края. От 14 июля 2020 года. Здесь сказано, что установлено, что по указанному вами адресу, город Красноярск, улица Якутская, 25, на земельном участке, с кадастровым номером 2450-04-00-182-12, расположена база отдыха «Зеленка», на которой осуществляет предпринимательскую деятельность ИП «Саламатова ОС». Компетентным органам и тем организациям, которые уже на протяжении двух лет занимаются этой базой отдыха «Зеленка», известно, что «Саламатова ОС» – это, скорее всего, супруга гражданина Саламатова Геннадия Андреевича, который как раз и занимается здесь активно этой всей деятельностью. По земельному участку установлено, что часть участка в пределах кадастрового квартала, который я указал выше, водоохранной зоне реки Енисей, отсыпана другим гражданином строительными отходами. Что значит другим гражданином? Это значит, прокуратура не знает якобы, о каком гражданине идет речь. Когда он уже был оштрафован администрацией на 2000 рублей, что Енисейское территориальное управление конкретно сказала, что виновник этого мусорного могильника Саламатов ГА. А прокуратура, которая должна с пристрастием относиться к разбору этого момента, говорит, что отписана другим гражданином. То есть якобы им неизвестно. В ходе рейдового обследования с целью расчета вреда причиненного окружающей среде в результате размещения строительных отходов специалистами привлеченной экспертной организации ЦЛАТИ по Енисейскому региону отобраны пробы почвы и размещенных на участке строительных отходов. Но здесь же сказано на площади 120 квадратных метров. Хотя это не так. Мы привлекали за свой счет специалистов кадастровой службы. И кадастровые инженеры сделали 25 августа здесь замеры этой площадки, на которой был устроен мусорный могильник. Она составила 285 квадратных метров. На что у меня имеются документы. Могу их продемонстрировать, если это потребуется. А дальше следующий абзац. У меня складывается такое ощущение, когда я читаю следующий абзац, что этот единый текст писали два разных человека. Поскольку то, что я читал выше, писал один, скорее всего, сотрудник. А после выходного дня, видимо, тот сотрудник не вышел на работу, заболел. И сказали другому человеку дописать эту статью. Вернее, эту реляцию, которую потом мне отправили. Почему? Потому что здесь идет разночтение смысловое. Вот вдумайтесь только. Следующий абзац гласит. В ходе визуального осмотра обозначенной территории, проведенного Красноярской природоохранной прокуратурой, с участием администрации Советского района и Несельского территориального управления Росрыболовства, фактов размещения отходов не зафиксировано. То есть, получается, что все, что было, доказательная база, что уже были штрафы на этого человека, Соломатова, который понес административную ответственность, пусть даже и 2000 рублей. Вот, всего этого не было. То есть, как можно оштрафовать человека, если фактов не зафиксировано, тогда за что его оштрафовали, спрашивается. И у меня складывается ощущение, вообще, понимал ли человек, который этот документ писал, о чем он пишет. Помимо этого, администрация Советского района, это уже следующий абзац, правонарушитель 16 июня 2020 года привлечен к административной ответственности по статье 1, по статье пункт 1, статья 5.1 закона Красноярского края от 2008 года об административных правонарушениях. То есть, а здесь пишется, что опять привлечен правонарушитель. То есть, непонятно, идет абзац, сначала трактующий одну смысловую нагрузку, потом идет отвержение смысловой нагрузки, а дальше опять смысловая нагрузка переключается на первый абзац. То есть, вот здесь вот, вообще, документ непонятно, каким образом понимать. Вот. Также Красноярской природоохранной прокуратурой от 14 июля в адрес департамента муцимущества и земельных отношений администрации города направлена информация о необходимости осуществления муниципального земельного контроля за использованием гражданина указанного земельного участка. Что значит за использованием гражданина земельного участка? Мне это тоже непонятно. Это муниципальная земля, которая находится в муниципальной собственности. Она собственность муниципалитета советского района, и он за нее отвечает. Это не личная земля Саламатова. Она у него находится ни в аренде, ни в собственности. И поэтому что значит сделать муниципальный контроль за используемым гражданином указанного участка? За это нужно просто привлекать к ответственности не в 2000 рублей, а привлекать, во-первых, как индивидуального предпринимателя, где штраф значительно выше, а во-вторых, заставить человека посредством судебных инстанций произвести рекультивацию земель, вывести строительные отходы на специальный полигон, а землю привести в исходное состояние. Далее завершение текста Красноярской краевой прокуратуры. Фактическое устранение вышеназванных нарушений законодательства и полнота принятия уполномоченными ведомствами мер реагирования находится на контроле Красноярской природоохранной прокуратуры. Я когда от них получаю один из самых последних документов по этому вопросу природоохранной прокуратуры, на мой адрес от 4 сентября, здесь написано. В ходе натурного осмотра, проведенного совместно со специалистами Управления Росприводнадзора 26 июня, установлено, что какие-либо работы на территории земельного участка, расположенного в границах кадастового квартала, который я ранее называл за своим номером, в водоохранной зоне 200-метровой реки Енисей в районе дома 25 по улице Якутская в Красноярске не ведутся. Фактов размещения отходов не выявлено. То есть, получается, через 3 месяца, после того, когда все это прошло, когда одни бумаги были с одним ответом, другие с другим, сейчас получается, что уже фактов не выявлено. То есть, такое ощущение, что Красноярская природоохранная прокуратура вообще не выезжала на объект, либо она просто пишет ту информацию, а точнее ее исполнитель этой бумаги, Трофимов, который не владеет ситуацией в принципе, либо не хочет просто выполнять свои служебные и должностные обязанности в полной мере. Хотя при личной встрече мне говорили, что люди на объект выезжали, но почему такое отношение, непонятно. Ранее специалистами управления в период с 28 мая по 24 июня на основании вашего обращения о складировании отходов на вышеназванной территории проводилось рейдовое обследование, по результатам которого установлено, что часть земельного участка, расположенного в границах кадастрового квартала, отсыпана строительными отходами обломки кирпича, стальная проволока, песчано-гравийная смесь. Также на участке работала строительная техника. То есть, получается, так же, как и в предыдущем случае, первый абзац по смыслу говорит, что фактов размещения отходов не выявлено, прямо так четко и написано. А здесь уже абзац ниже говорит о том, что да, отсыпано строительными отходами. То есть, как это понять противоречие, я не знаю. То есть, сможет ли это кто-то понять. А далее, плодородный слой почвы в границах вышеназванного земельного участка перемещен. Производились работы по закапыванию строительных отходов гравием и плодородным слоем почвы. Когда я это прочитал, что плодородным слоем почвы, тогда у меня появилось стойкое желание лично встретиться с природоохранным прокурором. Поскольку многочисленные видео и фото, которые я прилагал каждому своему заявлению, они демонстрируют обширный фотографический и видеоряд всего этого события, которое происходило от начала и до конца. И там было четко показано, так же, как и в новостейных репортажах корреспондентов, которые снимали, ранее говорил, что закопаны были строительные отходы старого разрушенного здания, куски кирпича со штукатуркой, бетон со штукатуркой. Далее там были пластические элементы, элементы воздуховодной системы вместе с решетками вентиляционными. То есть гипсокартон там присутствовал, мешки, в которых был этот мусор, они тоже из пропилена в огромном количестве. Плюс там были куски минеральной плиты. То есть все это было ровным слоем закопано здесь. А нам здесь указывают, из природоохранной прокуратуры, что это всего лишь навсего обломки кирпича и стальная проволока с песчаной гравиной смесью. Но это не так, я это могу доказать. Изначально на всех фотографиях, когда был еще подготовлен котлован, траншея, для захоронения этого мусора, глубина там составляла, это было визуально видно, 35-40 сантиметров. Мы, жители этого района, хотим задать вопрос администрации советского района. Почему не принимаются меры к привлечению указанного выше гражданина, к рекультивации этой земли, изъятию этих строительных отходов из этого могильника и вывозу его на специальный полигон? Когда это будет сделано, в какие сроки? И еще раз хочу акцентировать внимание на том, что здесь, вот где я стою, и расстояние до уреза реки составляет 50 метров. Место, на котором я нахожусь, это место грунтовых вод. Здесь постоянно идет обмен воды внутри почвы, которая попадает это все в реку. И таким образом, вот это вот экологическое преступление, по-другому я сказать не могу, оно является экологической бомбой, которая пронзит столетия. Нас уже не будет, внуков не будет, а вода эта вся, почва, будет отравляться, продолжать этими гниющими строительными отходами. Почему надзорные и контролирующие органы не занимаются реальным исправлением этой ситуации? Почему они не принимают решительных, действенных мер? У меня складывается на основании всех этих отписок, что прокуратура Красноярского края стала похожа не на тот надзорный орган, который следит за исполнением законности на местах, а на какую-то адвокатскую контору, которая защищает интересы бедных, страдающих индивидуальных предпринимателей. Тогда получается, почему эта структура государственная, как иначе объяснить, что она не принимает решительных мер? Надзор за исполнением законности на местах. Эта фраза ключевая. И как еще говорили древние, безнаказанность рождает вседозволенность, а вседозволенность рождает беззаконие. Вот на данном примере мы всю эту цепочку как раз и видим. Благодарю за внимание.